Шаббат Шалом Шаббат Шалом я прочитаю на русском, 25 глава книги Шмот или Исход, с 1 по 8 стих. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них. Золото и серебро и медь. И шерсть голубую, пурпуровую, червленную, и висон, и козью, и кожи бараний, красной, и кожи синей, и дерево сетим. Елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для ифода и для наперсника. И устроят они мне светилище, и буду обитать посреди их. Аминь. Аминь. У нас недельная глава Трума сегодня. Переводить не будут по-русски, да? Просто. И. Мы тоже будем говорить сегодня из этого отрывка, в принципе, с первого по 8 стих, поэтому я снова перечитывать не буду. Недельная глава Трума, как приношение или пожертвование. Параша Та Шавуа Трума. Это глава, которая для меня, она как бы, у меня очень много вопросов возникает по этой главе. Один из них, например, как могли такие люди, которые только что были рабами. И они получили вот это все золото серебро от египтян. И как они могли все это принести сразу, отдать так столько, что их остановили. Есть чему поучиться. Для меня вообще непонятно что имя двигало. И с этой главы начинается строительство мешкан. И начиная с главы Итро, потом Мишпатим, мы видим, что Тора получена, даны, законы, как людям относиться друг к другу. То есть мы понимаем, что идет образование или становление народа, как Божьего народа. И все эти ступени, они очень важны. И вот приходит момент, когда Божьему народу надо за идти еще на более высокую духовную ступень. И вот уже известно, что название главы Трума, слово Трума, от глагола ЛЕАРИМ, поднимать, да, или возноситься. То есть надо подниматься еще народу выше. И в этой главе Бог начинает с того, что он говорит об условиях взаимодействия его с людьми. Вы не слышали, я сказал именно условия, потому что условия они есть. Мы получили Трума, получили все эти заповеди, Божьи милости, любви к нам, точно так же как жертву Ишуа, но дальше на нашем пути есть условия. И Бог начинает с принешения. Он говорит, принесите. И тогда он будет пребывать среди них или в них. Да, мы можем так прочитать. Есть много комментариев по поводу вот этого в них или среди них. Почему не сказать я буду пребывать в нем, в мешкане, да, или в скине? Почему я сказал, что я буду пребывать в нем, в мешкане, да, или в скине? Но когда я готовился, я вспомнил стихи из Брит Хадаша, из Нового Завета. Это написано, Лукас, 16 глава, это 13 стих. Это написано, никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одному будет ненавидит, а другому любит. Или одному станет усерствовать, а другому не родит. Не может служить Богу и мамон. Мы понимаем, что речь идет о служении Богу и материальным вещам. И как бы держите в голове этот стих. И первое, вот с чего начинается наша глава, как я сказал, это сделайте приношение. И он перечисляет серебро, золото, мит. То есть, идет такое перечисление не по остаточному принципу, а сначала самое дорогое. То есть, он говорит о тех вещах, чтобы человек мог отдать то, что сильно владеет человеком. Если кто-то из вас свободен в управлении финансами, вообще в зависимости от них, если он свободен в этом, это прекрасно. Ну, зачастую получается так, что наша жизнь, наоборот, строится вокруг них. Ну, Бог говорит, принесите. Я подумал, почему вот такой порядок, такая очередность? Так вот, когда Бог свободен от финансов, свободен в том... Ой, Бог, я говорю, человек. И свободен в том, чтобы их отдать, он действительно высвобождает место в своем сердце для присутствия Божьего. Если человек свободен от финансов, может их спокойно пожертвовать, помочь, кому-то это, по-разному выражается. То он действительно высший в духовном плане, высший на ступень, чем другие люди. И так же человек, он близок, потому что чувствует присутствия Божьего. На самом деле, нас преображает не то, что кто-то делает для нас, или что Бог делает для нас, а нас преображает то, что мы делаем для Бога или для других людей. И вот это мешкан, или можно сказать царство Божьего, или храм, это дом, который мы строим вместе. Это то, что мы часто слышим вообще, тикун Алам. Понимаете? То, что мы всегда говорим о свободе, это не получается получить просто так. Надо для этого трудиться, что-то сделать. И вот эта мысль, она верна сегодня точно так же и для нас. Что нам необходимо, необходимо заниматься этим, надо трудиться. В 1 Петра мы знаем эти стихи, во 2 главе написано. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Мы все вкусили, что благ Господь. «Приступая к нему камню живому человеку, отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами написано, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы благоприятные Богу и шум Машиха». Петра, вторая глава. Петра, вторая глава. Мы часто читаем вообще, встречаем такие стихи в Брит Ходоша, когда Ишуа тоже говорил, «невозможно богатному войти в церство». Как мы называем в Брит Ходоша, Ишуа говорит, что это не возможно для того, чтобы он был в Брит Ходошу, и затем он будет участвовать на кто-то, кто смеет на волосы благоприятный. Поэтому нам просто нужно быть свободными именно в этом служении для Бога. Поэтому мы должны быть хопши в этой службе, хопши из-за того, что он свободен, как мы читали, служит одному, господин, нашему Творцу. Начиная с исхода израильского народа из Египта, мы видим, что ни чудеса, ни знамения, ни привели так к единству, как приншение для строительства мешкана. На протяжении всего этого процесса вы не найдете ни одной какой-то стычки, ни какого-то возмущения против Маше или что-то подобное. Это одна из важнейших частей становления народного Божьего. Поэтому трома, как много в этом слове. Благословение всем нам, чтобы мы были свободны в этом. чтобы мы были свободны и чтобы мы были свободны в этом. Аминь. 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 Аминь.